Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле, ведь Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью радио «Спутник», «Комсомольская правда» и говорит Москва. «Мы все-таки с Арменией союзники, мы по-прежнему считаем нас союзниками, мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении», — сказал министр. Напомним, что 10 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте Армении сказал, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, но их значения трудно переоценить. Лавров отметил, что это очень важные слова, которые можно считать реакцией на наглые беспардонные действия Запада, а особенно США и Евросоюза, направленные на ускоренный отрыв Армении от России. Помимо этого, Лавров рассказал, что надеется на контакты Пашиняна и президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг Карабаха, где лидеры смогут обсудить все происходящее без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели. Также глава МИД России обратил внимание, что Армения получает от Евразийского экономического союза, Евразес, гораздо больше выгоды, чем другие страны-члены. По его данным, за счет участия в этом объединении реализуется до 35% экономики Армении и 37% ее товарооборота обеспечивается именно Евразес, а Евросоюз и США вносят лишь 13% и 5% соответственно. Накануне 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для разжигания пожара на Кавказе и нацелен на разрыв связи между РФ и Арменией. В интервью российским изданиям Сергей Лавров также подчеркнул, что Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном. Армения сама еще не делимитировала границу с Азербайджаном, подчеркнул Лавров. Он отметил, что трехстороннее соглашение, подписанное в 2020 году, обеспечивало сбалансированный прогресс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, способствовало возобновлению всех коммуникаций. Однако в процесс пытался вмешаться Запад в лице США и Евросоюза. В 2022 году ДКБ на саммите в Ереване согласовал документ о передаче дополнительных вооружений для охраны границ Армении. Это факт. Все министры, включая Армянского, завизировали это. А наутро, когда Пашинян открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось, сказал Лавров. Зато, по словам Лаврова, этот консенсус случился в армянском обществе по миссии Евросоюза, которую обещали на два месяца. А сейчас она бессрочная. Там уже канадцы, туда же хотят другие члены НАТО. «Это уже не евросоюзовская миссия, это уже будет миссия НАТО», отметил Лавров. В любом случае, по его словам, когда был подписан документ о признании Карабаха частью Азербайджана, в признании Алматинской декларации в нем ничего не было сказано о необходимости обеспечения особых прав армянского национального меньшинства в Азербайджане. Поэтому, по словам Лаврова, неправильно говорить о том, что армяне ушли оттуда из-за пиздействия российских миротворцев. Он выразил надежду, что будут контакты между руководителями Армении и РФ, где все эти вопросы можно будет обсудить без аргументов, подбрасываемых западными недоброжелателями. Лавров отметил, что Ереван несправедливо относится к участию России в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, а также к роли миротворческого корпуса, который располагался в Карабахе. Напомним, что 17 апреля начался вывод российских миротворцев из Карабахского экономического района Азербайджана.